Любовь друг в друг, как вам удается ее сохранить? Какая любовь может быть? Любовь первая это, как-то, я без нее не могу, она без меня не может, будто, да, а если, я знаю одно, если бы не она, я бы до сих пор не жил бы, она меня вот вытягивала, вытягивала, как-то, ты хорошая, хорошая. У него тревога, это у нее любовь, как у него такая. Какая прелесть. Товарищ, рядом с товарищем моим она живет, жила, царство имя всего, он уже умер, и вот так мы, они как одна семья жили, а я к товарищу приходил, и вот там мы познакомились. Я его не замечала, я закончила, раньше же 7 классов было среднеобразование, пошла я в торговую технику. А продолжила 19-ю школу грузинскую, там русская, русские вечерние классы были. И я там заканчивала 10 классов, а там этот, софт торговую технику, технолог. Ну, я когда сидела в классе, вот тогда он заглядывал в окно с улицы, со своим, с нашим этим соседом, и вот там, вот так и мы незнакомы были. И все. Короче, конфеты нас познакомили. Нет, как не говори, вот он конфеты закидывает, раньше же кульки были эти, бумажные, конфеты, и ласточкой ценилась, он наберет полный курек и в окно закидывает. И пойми, кому он закидывал. Я даже не знала. Вот так он со мной познакомился. А там рядом со мной сидела соседка его на штыбе, они на штыбе жили. На Черменбаева. На Черменбаева. И она думала, что он ей закидывает. А я без понятия, кому он закидывает. Ну, самое главное, и учителю давали, и этот курек делили, и всем, всему классу. Долго он закидывал, потом уже помнил, что он оказывается мне закидывал. Они не хотели мне давать ее, не хотели давать. Конечно. Грузии за Осетину не отдадим. Офигеть, осталось? Так говорили. Просто планы у отца другие. Просто, понимаете как, они не знали, откуда я, чего я. Здесь в Шалдонске они дружные, очень дружные. А я на Черменбаева жил. На Черменбаева жил. И оттуда я сюда приходил к товарищам, понимаешь? Да. Вот через это мы познакомились, через товарищи. Это отец вот купил. А родители хорошие были, очень хорошие были родители. У всех родителей хорошие. Она прожила с моими родителями, очень любя, с большим уважением. И до самой смерти, до самой смерти просили ее, я хочу с вами жить. Да. Мама моя говорила. Отец тоже не хотел от нас уезжать. А я самый младший в семье был. И все, все тянулись ко мне. Душам было. Встречал я их и провожал, встречал и провожал. И все равно письма писали. Света, давай объединимся, будем вместе жить. Вот это у нее дочка умирала. Разве это не уважение? Значит, эта семья что-то стоит? Я вот заметила, у вас надпись какая-то на пальцах. Нет, нет. Ну, Ольпика. Он дурака валял, молодой. А написано что? Раньше, раньше в моде. Раньше в моде был. С ума сойти, какая любовь. Любовь я рвала, я говорю. Вот, молчи-молчи, я сама все рассказываю, рассказываю. Я ничего не рассказываю. Да, все. Откуда это нужно? Что там на руках? Я говорю, кольцо вот так до сих пор начал. Не выкину. Вот моя старшая внучка. Это дочь со своими друзьями. Это тоже Душамбе. Подруга ее они там встретили. Это внук мой от этой дочки. А это тоже от дочки, внучка. Она уже сейчас заканчивает школу. Но этих вы знаете. У его отца с брат министром просвещения был, Хуцистов. А этот племянник был в прокуратуре. Вот они, если они заявились у нас во двор, к старику и бабке, чтобы проведать. Тревога. Мать уже кричит. Не кричит, а подходит, что нам делать. Самые почетные гости у нас вот нету того. Вот так было раньше. Я бегом к матери. Сумку полную наберу. Иду сюда, чтобы гостиница. Вот так продолжалось долго. Выжила. Потом поехала в Душамбе. Там устроились хорошо. Вызвали как специалиста в Молдове. Я сделал им гальванический цех. Куда меня вызвали. Это министерство водного хозяйства. Вот это вот хозяйство. Старые запчасти. Восстанавливать стал. Мне с испытательным сроком дали зарплату 160 рублей. Потом, когда уже вот это запустил, проверили мою работу. Сделали мне 300. Зарплату. И вот так пошло, поехало. Дали квартиру. Это еще в Душамбе. Да. Я не смог продать ни одну квартиру в Душамбе. Я вот так уехал. Не продал я. А сюда приехал, мне паспорта дали. Все дали. А потом, когда к сыну поехали, мы... Это итог получилось. А так, что мы не в курсе дела. Нас в курс дела никто не ввел. Паспорта, пожалуйста, у нас сохранились. И нас вычеркнули с очереди. Ничего нам не дали. Ох, хватит мне. Это... Подожди, слушай. Дай я то, что могу. Наболевший, я хочу сказать. Это разве не наболевший? Да. Я работала в торговле. А он на заводе хорошо. И в одной комнате мы квартиру наняли пока. Пока ему дали 2 комнат. Ну, недолго ждали. 2 комнаты мы нам дали и так прожили. Потом уже мы в районе жили. Потом ему дали в Душамбе 3-х комнат, почти 4-х комнат. И мы там прожили. И вот столько лет прожили. Потом война началась. У нас бежали, все. Все у нас развалилось. В контейнере он 17 дней был. Вез товар. Сюда когда ехали? Все у нас пропало. Все разворовали. Где-то мы там встретили... Как раз война здесь началась в этот день. С ингушами. И наш этот вагон не пустили во Владикавказ. В контейнер. И там разворовали половину. А эти друзья его пришли на КАМАЗах. Загрузили. Один КАМАЗ вообще украли все. А другое все развалилось. Мы приехали. Некуда складывать. Дожди начались. Автепрест, по-моему, война здесь началась. Мы в это время были. И во дворе брезентом закрыли. Не можем. Все пропало. Все. В Ордонке его тетке повезли. Там у нее сарай развалился на мебель. Вот такие беженцы мы были. У нас тут ничего не было. Мы где-то регистрацию месяц просрочили. В Израиле были у детей. Они с Израиля попали. Ой, с Душанбе в Израиль уехали. Сын уехал. И младшую дочку. А старшая? Нет, я без вас не буду. Как бы не поехать было, когда первая внучка, первый внук родились. Кошет приехал. Хорошего. Всего хорошего. Всего хорошего. Всего. Вот, я думаю, что хорошо. А это у нас супруга, сестра. Ему ближе? Ближе, ближе. Ближе, ближе. СМЕХ Это Душанбинский, Таджикистан. Там маленький пацан был. Я приехала туда. И вот мы первое время квартиру сняли. Мы остановились у них. Бабушка была у нее. Хорошая такая, гостеприимная и мачеха была. И я его тепло приняла. Вот в году. Как-то я его полюбила, мальчика. Хороший мальчик. И сейчас он до конца хороший. И главное, что он у этой бабушки ворует ведро картошки и приносит рядом соседей, где мы остановились на квартире. Он мне это, мухевка, кричит. Окно открыт. Мухевка, я тебе картошку принес. Я говорю, Костя, да ты что скажешь, что ты можешь ей картошку? Я что, не могу пойти купить? Вот это я не могу забыть, когда он мне картошку принес. После этого я его и хинкали делаю. Он так любил хинкали, чтобы я это... Иди сюда. Все приезжают, поехали, поздравились. Ямку Дудиву и Золныш Радетар. Никто не спрашивал, какой он нацией. Спрашивали у Ирла Гувинов. Человек он с чистой душой или нет. А нацией никто не спрашивал. Понимаешь, она как? Это некрасиво, это нехорошо. А в командирах их дал, так скажешь. Это мужчина, это человек. Чисто с большой буквы. Как вы сохраните такие фотографии? Они вот нужны. Да. Вот так. Ему не дали инвалидность. Он... И этот... Асматик с большим стажем. Прямо с душем был. Там он валил. Сюда приехал. И инвалидность ему не дали. А у меня были такие серьезные заболевания, что безо всякой загвоздки должны были мне дать группу. Все равно 20 тысяч попросил. Отдало 20 тысяч. Ты что, на 9 тысяч пенсии не проживешь? Притом сейчас дети не работают. Работы нет. Мы на одной пенсии живем. Вот четверо на одной пенсии живем. Ничего страшного. Ну, вернее, две пенсии. Не одна пенсия. Две пенсии. Ну, пенсию мне восемь наименований лекарства. Утром и вечером. Восемь наименований. Каждый день. Уже столько лет. Это сколько денег надо? Еще я добавился. Ну, это... А кому обратиться? Кому? Нам некому обратиться. Вот Арсен Ходзаев помог. Деньги мне прислал. Игорю помог. Игорь работал с Юсей. Вместе. Лекарства мне купили. За эти деньги, которые Арсен помог. Онкология. Очень дорогие лекарства. А я вот сейчас думаю. А вот если у меня инвалидность нет у меня. Как? Я не смогу покупать. Этого покупать я не смогу. Потому что мне надо покупать. Ей надо покупать. Все. Хорошо швило, хорошо. Да. Я люблю, когда мужики жалуюсь. Честно. Я его очень терпела. Много-много терпела. И поплакать некому. Знаешь? Вот в чем дело. А на проблемы исчезли, не исчезли. Мне кажется так. Что в каждой семье есть проблемы. И хорошие, и плохие. Это... Сейчас у мамы, молодые мамы. Гладко никогда не бывает у всех. Раньше надо выходить замуж. Правильно? Раньше. У кого... Немедленно даже. Немедленно. Не жди. А вот сын старший наш. В Израиле с друзьями. Это старшая дочь наша. Это младшая дочь в Израиле живет. А это сын временно находится здесь, пока поедет опять. С детям своим. Летом, наверное. Вот такие. Вот эта толстушка моя. Говорит, на меня похожа. Я говорю, я же такая не толстая. Ну, была я. Внуков у меня. Два внука. Амиран и Давидик. От младшей Давидика, амиран это его. Ему уже 25 лет. 25-й год. А дочке 24 разница. 9 месяцев. Она быстро родила. А дочка разошлась с мужем. У нее двое детей. Девочка и мальчик. Девочка вот, она заканчивает школу. Она идет. Служба у них. Там в Израиле служат. В армии. И она имеет гарантию поступить в хороший вуз. То есть у нее рекомендации, да? Да. Рекомендации. Хорошо училась. Да. Очень хорошо учится. Мало того, что она учится. Мама с папой разошлись. Она после школы ходила, ребенка нянчила. В одном месте нянчила, а в другом она еще. Ребенка приводила в садик. И утром она водила их к нему ребенку. И вот маме она помогала. Заработала. Ну вот такая хорошая. А сейчас вот дочка замуж вышла. Внучка моя. Девочке уже 3 годика. Прелесть такая девочка. Уже права. Такая красивая. Прав внучка. Прав внучка. Ой. Какая прелесть. Игорь. Игорь, иди сюда. И вот мы все ждем, когда приедут. Сейчас. Вот она внучка. Вот ее дочка маленькая. Красивая. Очень красивая. Она на нас похожа. Очень красивая. Вот она. Много. Много. Ну прям. Как мы поехали. Надо было поехать. Она родилась первая. Вот она. Дочь моя. Со своей племянницей. Внучка. Красивая. Красавица. Я внука хочу показать. И все. Больше не буду крутить. Что-то я в мире не вижу. А вот он. Это внук. Тоже красивый. Ой. Это его сын. И дочка вот ее. Олечку покажи. Олечку они видят. Все. Вот она вся. Олечка твоя. Вот она. Олечка. Она часто нам звонит. Она каждый вечер вызывает. Каждый вечер. Она скучает. Олечка. Она такая ласковая. Весь характер наш. Они на нас похожи. Да верят на меня похожи. Не знаю. На тебя. А сын. Я перепутал голос его. Он звонит с Москвы. Я говорю. Часто звонил. Игорек. Я говорю. Как у тебя там дела? Говорит. Деда. Я не Игорек. Я Амиран. Голос одинаковый. Волос одинаковый. Он когда расчесывался. Плакал. Вот такой волос у него. Круй. Кучеря. Вот. 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 Моя. Моя. Оля. Как дела? Ей покажи. На. Деда поздравь. Вот. Деда. Деда. Это моя красавица. Я очень-очень люблю тебя. Здоровья. Олечка. Как дела? Рушона как? Рушона. Русона не очень хорошо. У нее воспалились все уши и глаза. Кошмар. Вот. Вот. Амиран на работе? Это что у вас там? Телевидение. Ну давай не буду отвлекать, Олечка. Давай, моя золотая. Целуй. Я вам еще позвоню, как позже. Я в аптеке сижу. Я вас всех целую. Люблю. Позвоню еще. Амирану скажи, чтобы он позвонил. Я хочу его видеть. Давай. Деда. Деда ждет его поздравления. Моя золотая. На. И так со слезами. Давай, деда. Попозже позвонишь. Если бы мои внуки здесь были, мне голова не болела бы. Бегали бы вокруг меня. Старики так. А теперь мы не плачем за своих людей. А недалеко. Ты что, вот молния нашла, поговорила и все. А хотелось бы нянчить. Чтобы в руках они были. Я никогда не думал, что я вот так. Вот. Ты мужчина или нет? Да ладно, Бег. Не нагоняй, пожалуйста. Иди прогуляйся. Иди. Давай вот туда иди. Прогуляйся. В воду попекала. Расстраивай. Я Богу верю. Помогает. У меня все. Все нормально. Спасибо ему. Господи. Все равно. У меня дети живы, здоровы. Внуки, внучки. Ну, дожили до юбилеви. Пока. Ну, хватит. Нет, почему хватит? Почему хватит? Мне сколько дал наверху, вот написал здесь. Да. Я считаю, что все равно жизнь свою, всю жизнь свою надо чистой душой прожить. Не мудрецом каким-то, а чистой душой прожить надо. Да. Вот это я понимаю. Вот это я понимаю. Музыка. Спасибо.